17-летняя девушка занимается тем самым со всеми подряд и даже с стариками. Больше 97% людей смотрят мои видео без подписки, так что не поленись. Спустись вниз, подпишись на канал и включай все уведомления. Весь твоя подписочка смотивирует меня делать видео как можно чаще и качественнее. Приятного просмотра. Итак, фильм начинается с того, как подросток наблюдает за своей сестрой через бинокль. После подходит и будет ту. Ребята обсуждают нового парня Изабеля Феликса, он немец. Дома мать расспрашивает о парне и просит пригласить его, но та лишь говорит, что он тупой. На пляже Феликс встречается с Изабель и его братом. Феликс приглашает Изабель на свидание и та соглашается. Вечером девушка спрашивает брата, как она выглядит. На что тот отвечает, как девушка легкого поведения и вытирает той губы. Пока мальчишка отвлекает предков, девушка сбегает к парню. Они весело проводят время, а после сидят перед морем. Вдруг у них начинается поцелуй, после чего парень оказывается сверху. Девушка говорит, что это ее первый раз и у них начинается то самое. После процесса парень провожает девушку до дома. Поцеловав, он уходит. Изабель поднимается по лестницам и видит мужчину и просит не рассказывать ничего маме. После поднимается к себе. В ее комнате лежал брат и просил обо всем рассказать. Девушка сказала, что они переспали, но не дала брату подробностей и попросила не рассказывать ничего предкам. На пляже Феликс познакомился с родителями девушки. После у нее отпраздновали день рождения. Голос за кадром говорит, я больше не та милая и невинная девушка. В следующей сцене девушка заходит в номер в отеле и делает то самое со стариком. Изабель забирает деньги. Старик предлагает остаться на вечер, но девушка отказывается и говорит, что может только днем. Сидя в метро, Изабель читает книгу. Придя домой, она ложит деньги в кошелек. Мать разогрела еду и ушла. Вечером девушка смотрела на обнаженных девушек. К нему зашел Виктор, но она его прогнала, а после начала смотреть фильм для взрослых. Сидя на скамейке, девушка написала своим парню. Затем к ней подошла подруга и поняла, что у Изабель есть парень. Изабель сказала, что ее парень работает в адвокатской фирме. Девушки посидели в кафе и поболтали. Дома девушка собиралась на свидание. Перед уходом мать спросила девушку, не взяла ли она ее серую блузку. Изабель ответила, что нет. Перед уходом она сказала матери, что та ее задолбала. Девушка переоделась и пришла на свидание к мужчине. Когда мужчина спросил ее имя, она ответила Леа. Изабель сказала, что ей 20 и мужчина провел ее в комнату. Мужчина сделал себе приятно, смотря на то, как девушка позирует и не доплатил ей, угрозив рассказать все родителям. Затем мы видим, как Изабель сидит на скамейке опустошенной. В метро ей пришел заказ. На этот раз она взяла 500 долларов. Девушка вернулась домой и мылась. Как вдруг к ней зашел отец. Извинился и вышел. Отца насторожило то, что девушка часто моется. Семья приехала в кинотеатр, где девушка встретила одного из своих заказчиков с женой. Они обменялись взглядами и девушка вернулась к отцу. К девушке на телефон пришел заказ от того мужчины и она, переодевшая свою форму, поехала к нему, где они занимались грязными делами. Старик заплатил девушке и нам начали показывать сцены, где девушка спит со многими мужчинами подряд и зарабатывает деньги. За ужином Изабель расспрашивает брата о том, появилась ли у него девушка и задает ему непристойные вопросы. Парень лишь уходит от вопросов. Мы видим, как девушка занимается тем самым со стариком, но резко у того отказывает сердце и он умирает. Девушка оставляет мужчину и уходит. Полицейские приходят к маме Изабель и начинают допрос. Выясняется, что мать женщины тоже звали Леа. Офицеры показали Изабель с камеры видеонаблюдения. Мать говорит, что ей дочке 17 и это ошибка. Дома полицейские показывают ноутбук Изабель, а также накопленные средства. Изабель пришла домой. Мать избила Ту за ее дела. После извинилась. На вечернем ужине семья решила, что поедет кататься на лыжах. Изабель согласилась ехать с ними. На допросе девушка выложила все офицерам, а также рассказала, как начала свои дела. Вечером мать сказала Изабель, что они поедут к психотерапевту. Изабель спросила о деньгах, но мать сказала, что хотят их отдать на благотворительность. У психотерапевта Изабель ответила на все вопросы. Девушка начала работать с неней и заработала 60 евро. Она дома рассказала об этом отцу и они болтали. Мать ревновала дочку к отцу и решила зайти к ней и обсудить все. Мать ревновала дочку к отцу и решила зайти к ней и обсудить все. Она дала пощечину девушке и ушла. На походе у психотерапевта девушка сказала, что винит себя в смерти старика. Подруга рассказала Изабель, что сделала впервые то самое, но теперь парень ее избегает. Ибо она ничего не чувствовала, даже конечную точку парня. Она встретила там парня и влюбилась. Они построили отношения и парень переехал домой к девушке. Отец увидел, как Виктор делает себе приятно. После спустился вниз. Тем временем Изабель впервые попробовала заниматься тем самым прямо в булке. После этого она расстроенная заявила парню, что между ними все кончено и она его не любит. Девушка взяла свою старую сим-карту и ей начали приходить сообщения с заказами. На встречу к девушке пришла пожилая женщина. Девушка назвала свой возраст. На что женщина ответила, что в 17 она впервые встретила своего мужа. В отеле они вместе легли, но девушка проснулась одна. На этом и заканчивается наш сегодняшний ролик. Не забудьте про лайк, подписочку и колокольчик. Также можете оценить мои другие не менее интересные видосы. Всем желаю удачи, добра и до новых встреч.